Георгий, ты тоже как медведь, на одну руку опираешься, одной собираешься, еще и лежачий медведь, на лёжке, да, да, на конях, ну царь сейчас с войском, все город сотрет, а на город отпускалась с количеством пшеницы там, ну и все остальное, а златоуст с этим епископом свою отправили туда, скорее, но те раньше намного уехали, и они первые должны прийти, ну а царь придет и расправится с этими, с мутьянами это, Навальный там, Яшин, он им покажет, вдруг у тех дороги колесо сломалось, первое, это знамение было, а эти позже выехали, но приехали раньше, и когда царь это узнал, он так раздумывает, еще что, на время те подскопискакали, ваше царское величество, они, они вас тащили по грязи, все лицо в грязи, вот так пощупал, да нет, вроде чисто, лисо, ну там наложил какой-то облак, убивать никого не стал, в другом месте было так, на стадионе люди были, их там и захватили, ешьте, на все набрано, ешьте досыто, вон ведро пустое у Никиты, где? вон, ну давайте наберем, ну, не набрано это, мягко сказано, все набираем, значит, где мы на стадион, явились войска, всех арестовали, один приехал с одной стороны, и с ним два сына, ну убивают они всех, к нему подошли, какого отдаешь, вот у меня задача стояла, ну меня возьмите, зачем ты старый рухлет нужен, младшего лихого сразу кинжалом тоже закололи следующего, а то времена были такие, вот какие времена, уже воюют в Берлине, маленький мостик, ну маленький, но указание дано взорвать, а мужик один возьми да и говорит, ну еще рвать, когда уже по Берлин-то, считай, весь взятый, ну так долго делали, мы слышали, сказали, тут же власти велись, поговорил, говорил, выволокли прямо перед окнами, повесили, а завтра уже полная свобода, вот тебе и хороший режим. Игнать Тихонович, как думаете? Я говорю только тогда, когда люди работают. До этого был диалог со священником, до этого был диалог со священником, и договоренность была о мероприятии совместном, а после договоренности не выходит на связь вообще полностью. А как узнали, что не выходит? Звонил ему и писал. Ну и что можно сказать, у меня отключили, не было электричества неделю, еще не выходит на связь, нет, вы поторопились. Причин много, одна из причин не работает связь. У меня приехали из Канады, связи нет, я говорю, здесь она когда-то на Голубятину. Мать заехал, залезла туда, а тут свободно разговаривает, как дома будет. Вот и все, не выходит на связь, это еще ничего не значит. Если бы он вышел на связь, тогда бы могли сказать, когда ясно нарушен договор, теперь какая причина, тут работать надо мозгами. Может дела изменились и только вред принесем. А когда человек посадоконский, ну то мы же договорились, отойди от него. Он за собой тебя потянет. Мне постоянно говорят, вот это вы делаете, а где вы этому учились? Везде. Я вот сейчас с ним рядом, я от него учусь. Смотрю на птиц, на все. Везде-везде беру пример. И все. Добавляю везде, у меня нет гуманитарного, религиозного образования, нет никакого. Ни одной ни семинарии, ни курса, ничего нет. Но Бог дал мне возможность беседовать с картиереями, с митрополитами. И с теми меня после беседы хотели поставить священников. Я не знаю даже, где столько этого не было. И я им доказываю, что никак, это не мое. Я всею эту должность, но это не мое. Добавляю везде, у меня нет гуманитара-тара, обещаю письмо. Валенький человек. Хорошо. Да, пощадил тебя. Да, неплохо. Ахахаха. Идея. А то, говорит, идейный ребенок. Вот она, идея. А вот, смотрите, траншея идет. Направо траншея. Бульдозером ее вырывали, и он там не замерзал. Коров тормили, а сколько не сказали. Ну, они тогда им болят. Корову полят все начали абортировать, мертвых телят выбросать. Она только немного для вкуса, для аппетита. Это из-за силоса, что ли? Да. Из-за силоса аборты? А силоса, да. Ну, там опять чеснока. Это из-за кукурузы сделали. Ну, когда она еще не зазрелая. Молочит ее и возит. Зимой кормить? Да. Что там написано было? На территории деревни курить запрещают. Ну, вот, видите, так. Ну, вот, видите, все это. Работают собачки. Клубнику нашу режут. Ну, и все, все тут вводят. Все. Кому легче бежим, что он не делает, что он не водит. Ну, поверим. Ну, я домой еще, пока. Вот, пока. Здесь у тебя есть? Вот. А, эт у match. П SM, вот, это от острова. Я вам временно его буду себя обоконтучать. Но я вас загорчать не буду. Яuanixто на тазах не буду. Хорошее дело. Вот Хафилина Валентина Сергеевна видели? Она приехала с вашим внуком. Внимательно, слушайте. Пашка, что он сейчас божит или где? Он уп,. Он убегает от нее. Ну, в вокзале хватилось, нету. Приехал, а тут я положил такие репешки пилить, кручу, и тогда не было этих. Он раз, ну, стыц, я его там достал. Ну, и в идее, конечно, познакомил. Проходит там сколько, минут 20, он опять спрятался. Я второй раз, третий раз, когда он пришел, я его поймал. А если я не буду убегать, меня будете бить? Я говорю, я не бью, наказываю. А не будешь, когда что? Более нету. Больше ни разу не пошел. У нас так, вот, потом, разъезд был, такая, как, тренировка. 75 метров, доски, бревна на такой высоте идут, там, с одной на другую перейти можно, перекресток. Это интересно. А он не умеет ходить. Его не пускают. Я пришел, он плачет. Все ходят, а меня не пускают. А почему? Я говорю, смотри, ходули, я тебе даю грудь, держи. А другой, конечно, я держу. Пошли. Ну, тоже научился. А вот они на башню, башня была трехэтажа. Лазят, а мне не разрешают. На третий этаж может только я, больше никто. Второе, воспитатели могут. Это на первом любой подходе. Ну и мы взяли бинокль, залезли туда с ним. Все показал. Баба пришла, полное заберение. Все нормально. А то мы в вас прямо упирались. Ну, покажи, расскажи, почему. Что его ценят. Да тебя стекло придумали. Дверь, чтобы открывалась. Как тебя ждали на этой земле? Он у тебя по-другому посмотрит. Будет ценить. Это целая наука. Да, наука. Почему у меня профессора по заводе прочитали. Мы заезжали, что за девушки. Сама жизнь учили. Ну и в Англии брал, в Японии. А какие страны знакомые были? Как обращаются с детскими лагерями, скаутские лагеря? У нас 18 человек. 17 мгновений. Если считать сестер, то 25 человек. А что ты сказал? Я же ничего не понял. Я говорю, если всех считать сестер, то у нас 25 человек. Сейчас здесь. Сейчас здесь 18 мгновений. Я говорю, те, которые сейчас здесь. Всех вместе. Женщины и дети не считаются. Только мужчины. О, курочка. Видите, как хорошо прошли? Я с вашего разрешения дам сигнал куда идти. Да. Георгий, а ты что, всегда сутулишься? Или только так сегодня? Нет. Нормально. Вот так вот надо. Ну вот, я иду. Выходите на главную улицу и там повернем. Смотри, согнешься лишнего. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы ягоды сейчас собираете, нет? Да. А то там ягод много. Ух, я не пропаду сейчас. О! Камни. Ауч. Камни колючие. Камни колючие. Согнуться еще успеешь. У тебя согнет еще. А может и не согнет, я себе буду заниматься. Ну, по идее у тебя плечи должны как бы в сторону смотреть. Давайте туда, а не вперед. У меня брат. Которого идет все спешили из деревьев. Ну, вон, Вячеслав посмотри на меня там. На меня скажешь, сейчас я специально расправил, чтобы все спирать. Ну, я всегда так скажу. Ну, я всегда так скажу. У меня поймаешь бензин. Так я сижу скажу, Николай, а что ты ссукуешься? Ну, навряд ли получится. Я потому что обычно сижу именно так прям. Мне даже говорят об этом люди. Чего так, Николай, так строго сидишь? Говорю, не знаю, сижу просто все. Ты видишь, у меня кресло какое мягкое? Там развалиться можно хоть как-то. Ну, поэтому, поэтому. Икеевская табуретка у меня. Спокойно. А где у тебя зеленое? Где у тебя зеленое? Где у тебя говорит свое предвозначение? Какие мы счастливые, посмотри. Вот этот дом называется Белый дом. А чем он ниже Белого дома Американского? Он еще выше. Он немного может и не слышится, а вот на коленях. Покрасили, как новый. Володя смотрит, говорит, новый трактор. Пасхальный трактор. Пасхальный трактор, говорю. Почему? Ну, просто догадайся. Пасхальный трактор. Пасхи красный цвет. Священники видишь? Какую одежду убиваются, видел? Белый дом. Настоящий белый дом. Ой-ой-ой, где мы были? Да нам есть что рассказать. Белый дом.